АЛЕКСПРО В принципе, желательно взять в команду персонажей всех различных классов и стоимости Почему? Объясню вам чуть позже Так, ну давайте как бы накинем К примеру, вот так вот Ну, вряд ли, конечно, нам удастся собрать гигабайта, но пусть будет, как говорится Береженого бог бережет Так, взял бы еще, пожалуй, кого-нибудь из скороходных, хотя бы одного Вот, желательно даже, наверное, парочку Парочку возьмем скороходных юнитов Так Значит, возьмем еще голема Так, 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 так Пусть будет тоже И возьмем дракона Но на этом все не заканчивается Если у вас, в принципе, слабенькие еще Ну, команды, как бы, не настолько прям супер сильно прокачано То возьмите еще на всякий случай и первых юнитов Они смогут задержать удар В случае необходимости Так Вероятность такого удара, конечно, мала Но всякое может случиться Ну, примерно вот так вот будет выглядеть наша пачка Теперь, что касается самой PvP-арены Доступно PvP-сражение становится только при подключении к интернету Также можно здесь посмотреть Есть и лига, рейтинг скор, то есть очки рейтинга Количество побед, количество поражений Ну, поражения, в принципе, здесь все в основном из-за того, что просто отвернулся Как бы, да, отошел от экрана И нате, как бы, уже проиграли Каждые 10 побед, именно ревард Как вы здесь видите Мы получаем сундучу Также есть за лигу Различное количество награды камней Переход в 8-ю лигу Вот, мы получили 310 камней Потом 380 и так дальше И тому подобное Ну, давайте пока начнем битву Хорошо же смотреть на экран Левел 8 у меня И против меня играет плаер, то есть игрок с 7-м уровнем Кстати, кто может не обратил внимания или не знает еще В последних обновлениях добавили такую фишку, как уровни соперников Чтобы хотя бы как-то приблизительно соответствовали уровню персонажа Может кто еще помнит Раньше заходишь на пвп, да? А здесь против нас первые, вторые плаеры, как бы, игроки такие То есть, ну, вообще неинтересно было даже играть Кстати, опять тот же выпал Как-то вот странно У него, ну, 8-я лига Понятно, как у меня, допустим То есть он больше просто времени провел в пвп А я уже, скажем так, больше играю, да? В саму игру Поэтому у меня и башня сама накачана 317 кусков Вот, а здесь всего лишь 26 О, кстати, вот смотрите Мечник этот, который первый дается Причем даже не прокачанный Я уже забыл, как он выглядит Так, ну, давайте, как бы Опа, побежал скороходный А ну, пошли отсюда Сейчас, как бы, опа И нас тоже стрелами бьют Ну, ладно, как бы, хороших деваться Давайте все-таки вскроем сундучок А для этого нам понадобится уничтожить Вот эту вот блатхату Как-то помню, вот, попадался мне еще давным-давно Когда вот я там был Вот он там, слабенький уровень То ли третий, то ли четвертый был уровень пвп Вот Против меня попался какой-то такой заряженный тип Я еще смотрю такой Ого, ничего себе У него там, мол, со старту Столько денег, что он сразу же мог заказать Крутых юнитов А я еще даже простого пехотинца не мог взять А он уже выпустил кого-нибудь покруче Вот, но такие чудеса случались крайне редко В основном все происходило Гораздо банальнее Так, навязчивая рекламка Сейчас же попытались Вот смотрите, как бы, закопье Одина к нам вышло Да, навстречу Ну, что там у нас, как будет Бах-бах, такие подкачанные даже Смотрите, с первого раза уже не выбиваются Хоть как из Китая, да? Лэйр Голин Голин из Китая Знаете, как бы, разнес прям вот Разнес, смотрите, легендами как бы Щимит нас Ну, давайте мы так обстреляем Да, все, короче, тут Загасили почти нас уже Ну, понятно, седьмой уровень Довольно-таки Простенький, но хотя бы какой-то уже интерес появился То есть, вот Не просто забивание, да? Башни С целью получить сундучок А уже Чего-то поинтереснее стал сам геймплей Кстати, столы, вот Ну, я имею ввиду Арены сами Немножко как переделаны, да? То есть, как будто бы Бой происходит на стене Вот на самой тут Америкосов сдули Хотя тоже Тот же Голем написано, да? Но при этом А, все Голем Как-то странно Название Critical Grace Вот так вот Сейчас забиваем Уже чуть-чуть осталось Ха-ха Так, последний бой Надо будет, короче, закинуть всех Крутых персов, да? Как бы И продавить уже Вот Гигабайтам Ну, давайте точно так и сделаем, да? Ну, сейчас еще две битвы И потом гигабайты закажем Так Причем, вот Опять же У меня сейчас Противники седьмого уровня А уже вот Начиная Примерно с пятнадцатого Вот уже начинается Такой прям вот Драйв вообще конкретный А, перейдя уже в двадцатый Там, двадцать первый уровни Лигу Я имею ввиду Там будет совсем уже Зашквар такой мощный прям Противник будет Почти как и вы Такой же матерый Прям смотрите Как выпускает Пачки прям огромные Выпускает Так И вот последний бой остался Давайте сейчас заряжем, да? Зарядим нашу команду На последнего гигабайта Кстати, как-то он Ну, вот Не попал как-то, да? Ко мне Сюда в командочку Так, все Поехали А, они туда нажали Пвп Так, пвп Моя карьера Моя карьера Кстати, вот Насчет Вот этих вот Названий игроков Вот, да? Плеер Драгон Сторм Вот, у меня же Называется Плеер Критикал Грейс Собственно Это название Игр От этой фирмы Производителя От этого Разработчика Как же так? Блин, ну Как бы Самого слабого Юнита Надо было, наверное Выпустить Иначе Получился бы туда У нас Этот Гигабайт Итак, вот эти вот Названия Драгон Сторм Это именно Название самой игры То есть Есть такая игра Драгон Сторм Кстати, похожа Очень сильно На Эту вот Самую Битву Королевств Гиндам Варс Но Там идет Скажем так Сдвиг В сторону РПГ Немножечко Ну и все-таки Вертикальное Отображение экрана Так Ну пока Не о Драгон Сторме Что у нас тут Виктори Ревард Ну что ж Открываем Сундучки Ну по нашей Стандартной схеме Будем открывать Сундучки Что-то не хотят Наша стандартная Схема работать Да-да-да-да У меня Неназначены были Клавиши Да-да-да Точно Ну вот этого Как бы выберем Чудика Ну слабенькая Довольно-таки Награда В плане Пять кристаллов А вот Сам торговец Очень-очень Выгодный тип То есть Сразу же Заполняет Едой Наши повозки И У нас Максимальное Количество еды Сразу можно Доказать Всю пачку Очень-очень Удобная Фишка Ну что ж Друзья А на этом Пока все Если вам понравилось Это видео Ставьте лайки Подписывайтесь На наш канал На будут вопросы Пишите в комментариях Пока-пока И до встречи В новых выпусках Субтитры сделал DimaTorzok